По данным оперативного штаба в Новосибирской области на утро 2 декабря выявлен 391 случай COVID-19 за сутки. Скончались 16 пациентов – мужчины в возрасте от 43 лет и старше и женщины от 48 лет и выше. Всего в регионе от коронавируса умерли 3830 человек. В инфекционной стационаре региона с диагнозом COVID и с подозрением на него госпитализированы более 4000 пациентов, в том числе 45 детей. В отделениях реанимации находится 331 человек на ИВЛ-53. На этом фоне власти региона стараются улучшить доступность врачебной помощи. Нами усилен за последний месяц колл-центр 124 и выведено максимальное количество операторов для приема звонков, в том числе на вызыва на дом. Продолжает работать чат-бот и граждане могут воспользоваться, минуя телефонную связь для вызова врача на дом чат-ботом. И также можно вызвать врача на дом через личный кабинет госуслуг. Напомним, что специальный чат-бот по вопросам медицинского консультирования запущен Министерством цифрового развития связи Новосибирской области. Цифровой помощник подключен в мессенджеры Telegram. Найти его можно, набрав в поисковике «Мое здоровье НСО». Продолжается тестирование на ковид не только тех граждан, у которых есть признаки острого респираторного заболевания, но и семейные очаги. А вот вакцинация населения, несмотря на то, что в регионе развернуто максимальное количество прививочных пунктов, проходит не так, как хотелось бы. Особенно неактивными оказались сибиряки в возрасте старше 60 лет. Может, поэтому уже две недели статистика заболеваемости ковида на спад не идет. «Ситуация по-прежнему напряженная, но если все будут условия выполнены и по аналогии с предыдущими подъемами коронавирусной инфекции, ожидаем, что все же несколько недель, как вот идет сейчас вторая, это плата с постепенным снижением». По поводу ковидной группы риска. В настоящее время медики отмечают, что в ней сегодня значатся молодые люди до 18 лет с симптомами острой респиратурно-вирусной инфекции.